Всем привет, мои хорошие! Сегодня видео будет посвящаться разным образом. Некоторые подписчики попросили, чтобы я накрасилась, как я красилась в молодости. Ну, понятно, что молодость это уже, конечно, ровное лицо, и можно краситься как угодно, стрелки, не стрелки, ярко, не ярко, всегда это будет выглядеть красиво. Некоторые подписчики утверждали, писали мне в комментариях, что мне очень идет черный цвет. Ну, мои дорогие, черный цвет, хоть черный, хоть рыжий, хоть какой, опять-таки идет молодым. Когда я была молодая, черный цвет мне шел. Понятно также, что и макияж, и черные волосы, все это выглядело красиво молодо. Но когда я ходила с черным цветом волос, и уже мне было вот где-то лет за 40, 40 уже с хвостиком, многие мне на работе, и дома, и соседи, везде, прямо в один голос стали говорить, что черный цвет меня старит. И, в общем, когда мне надоело это слушать, я немного осветлилась, но так как у меня уже был такой многолетний слой краски на волосах, поэтому мы пытались с дочкой дома осветлиться. Это было вообще что-то ужасное. Вот я тогда не снимала, а вот было бы хорошо вам посмотреть. У меня был тогда трехслойный цвет, она пыталась меня самостоятельно осветлить, и у меня здесь у корней был белый, потом какой-то рыжий, и в конце концов грязно-черный. В общем, непонятно что-то. В общем, у нас домашняя побелка, так сказать, волос не удалась. Мы пошли в парикмахерскую, и там несколько часов со мной мучилась мастер. Она долго прям мои волосы вот так вот пыталась высветлить хоть как-то. В общем, они были какого-то пега непонятного цвета. И в итоге она сказала, что совершенно блондинкой вам сейчас не получится быть, но можем сделать такой руссо-медный цвет, медно-русый. Вот такой цвет у меня был. И она покрасила, но он был, по крайней мере, однородного цвета, и я так ходила еще несколько лет. А потом, когда седины стало больше на волосах, и она буквально покрашу корни, и через некоторое время, там две недели, например, пройдет, и уже блестят седые волосы, тогда уже моя мастер мне посоветовала мелировать. Мастеру, которой я стриглась, она мне сказала, что лучше постепенно переходить к светлому тону путем мелирования. В общем-то, я говорю, давайте, раз вы считаете лучше. Она говорит, ну, чтобы не сжечь волосы, тем более они сразу прям белого цвета не станут, они будут, в общем, непонятно какие. И потихонечку мелировали. Просто каждый раз, когда я приходила, она мне мелировала уже другие прядки. И постепенно, постепенно у меня волосы становились светлее-светлее, в общем, в целом. И потом уже, когда белых стало больше, чем тех вот медных, уже когда медных вообще мало осталось, и тогда уже просто мы это закрасили белым цветом. Вот таким образом я перешла на блондинку. Но опять-таки перешла на блондинку, потому что седых волос у меня больше, чем родных. И вот сейчас, на данный момент, вот мне уже пора корни красить, да, то есть они отросли. Но они так прям явно не бросаются в глаза. То есть так можно ходить, и, в общем-то, не стыдно. В общем, в этом видео я хочу убить двух зайцев сразу. Примерить образ вот макияжа, как я красилась раньше, со стрелками. Ну, правда, той косметикой, которая сейчас имеется, потому что, например, ленинградской туши у меня нету. И где ее искать, я не знаю. Поэтому тушь я применять буду обычную такую. А вот карандашик у меня есть для стрелочек такой. Ресничка называется. В общем, не буду много говорить. Давайте приступать к делу. Первое, что это вы меня сейчас видите ненакрашенной, совершенно ненакрашенной, даже без тоналки. Вот такой, как сейчас, я бываю просто в повседневной жизни. Краситься я сейчас не люблю. Ну, и не люблю, потому что, во-первых, уже и лень. Во-вторых, у меня и мотивации как-то нету. Ну, куда мне прям накрашиваться, как я раньше. Раньше я, ох, звезда была, ходила-то везде. Певица там, не певица, на работу и так далее. Я даже мусор не выносила, ненакрашенная. Но когда молодая была, мне косметика никак не мешала. Мне нравилось краситься. И я могла часами, в общем-то, этим заниматься. Это как художник, знаете, наводила, картину рисовала. Ну, и еще сейчас у меня просто от косметики болят глаза, даже если я только тени накрашу, даже если ресницы не крашу. Поэтому я уже, допустим, если вот крашусь куда-то, ну, это прям вот если куда-то прям надо или для чего-то надо, ну, или бывает для видео. Но после видео я опять умываюсь сразу же, потому что спустя два часа у меня уже начинают глаза печь, краснеют глаза и, в общем, косметику уже мои глаза что-то не любят. Поэтому я и не крашусь. Вот такая вот и хожу. Вот такая повседневная жизнь. Вот с такими волосами. Сейчас они у меня подстрижены, буду опять немножко отпускать. И вот дома, в общем-то, то я дома здесь, то я дома у дочки, на улицу выйти, в магазин сходить. Обычно я хожу в таком виде. Ну, иногда могу губки там подкрасить, может быть, чуть-чуть тоналку. Не утруждаюсь себя косметикой, потому что потом надо приходить и опять умываться. Просто блеском губы намазала, чтобы они не сохли. В общем, и все. Кремом. Кремом обычным для лица и блеском для губ. Вот это моя такая повседневная косметика, можно сказать. Ну, за лицом, за кожей, конечно, я ухаживаю. Я делаю масочки. Я чистку лица, пилинг делаю. Там средства, которые у меня есть. Это все я, в общем-то, за лицом слежу. За кожей лица слежу. А вот именно косметика, особенно на глаза, стараюсь ее красить только тогда, когда это нужно действительно. В общем, девочки, сейчас я подберу волосы, нанесу тональный крем. А, кстати, насчет тоналки хочу сказать. Раньше я тональным кремом не пользовалась, потому что тональный крем раньше был балет. Но мне он не нравился. Он очень грубо ложился на лицо. И было видно, что он нанесен, этот тональный крем. А так как у меня кожа белая, то тональный крем, в общем-то, делал лицо темнее, чем шея. Поэтому я покупала осветляющий крем у косметолога. И просто на лице его не было видно, а просто его наносила. Он как бы становился как мой родной, как мое родное лицо. Ну, вот эти несовершенства на лице и там пресечки, веснушки. У меня тогда были видны прям очень хорошо веснушки. Сейчас их так, крупные остались, остальное сплошное пятно пигментационное. В общем, поэтому сейчас уже, конечно, тональные крема есть разные. Есть такие легкие текстуры, которые не видно, что этот крем на лице есть. И разных оттенков, которые можно подобрать под любой цвет лица. Поэтому, чтобы сейчас дальше вас не пугать вот этими своими несовершенствами на лице, я просто нанесу тональный крем, подберу волосы и вернусь к вам. Ну вот, девочки, я нанесла тональный крем, выровняла более-менее цвет лица. Немножечко закрасились вот эти всякие мои прыщечки. И мне пришла в голову идея сейчас слегка накраситься, чтобы зафиксировать тот образ, в котором я хожу сейчас, тогда, когда я хочу немножко подкраситься, но именно вот в настоящем. Чуть-чуть намажу тени, чуть-чуть реснички и чуть-чуть губы. И вернемся. Ой, какой кошмар! Девочки, вот кто утверждал, что мне идет черный цвет волос? Ну вот, если бы у меня был черный цвет волос, как раньше, да, я прям черным-черным красилась. И вот, как я повседневно не накрашенная, да, сейчас, примерно, примерно, так бы вот я выглядела. Ну, правда, с челкой, а я ходила всегда с челкой, потому что, ну, мне мой лоб не нравится, там, эти на лбу морщинки. Ну вот, примерно, примерно, я бы выглядела так. Вот, не накрашенная и с черными волосами. Или так, если бы у меня была химия. Я, кстати, химию тоже как-то на черные волосы делала и ходила с химией. Ну что, девочки, я накрасила только тени и губы. Не стала я красить реснички, потому что, просто я вам хочу показать, что именно вот так я красилась на работу, когда, вот, до последнего, когда ходила на работу, поначалу я реснички еще красила, а потом, когда уже почувствовала, что у меня дискомфортно, и глаза болят, и я перестала красить ресницы, только красила тени и губы. Ну и главное, выровнять тон лица, и уже более-менее приличная такая женщина подходит к вам в магазине и консультирует по поводу бытовой техники. В общем, я думаю, что это уже, по крайней мере, прилично, не стыдно, уже нормальный такой вот внешний вид. В общем, скажем, что это мой образ такой, номер два. Это в настоящем, но это такая, какая я есть в настоящем, но чуть-чуть с макияжем. С таким макияжем, с которым я хожу сейчас. Ресницы крашу очень редко. Ну, а теперь я продолжу наращивать косметику по нарастающей. Как я раньше красилась? Красилась очень сильно. Я начинала краситься с ресниц, то есть все наоборот, не так, как положено. Первым делом я красила ресницы, потом стрелки, потом тени. Вот именно в этом порядке. Наверное, потому что мне было так, может быть, удобнее, потому что на ресницы уходило много времени, потому что ленинградской тушью нужно было именно нарастить, сделать эффект наращенных ресниц. И приходилось каждую ресничку разъединять, если слиплись некоторые, или если какая-то маленькая, хиленькая, ее куда-то приклеить, чтобы прямо вот ровненько в рядочек все они стояли. И когда они уже выравнивались, потом я давала им подсохнуть, потом наращивала второй слой, третий слой. Но, конечно, где-то тушь могла размазаться, и если бы у меня уже там были стрелки и тени, то приходилось бы это все размазывать и заново там красить, но это было бы все не то. Это раз. Во-вторых, когда у меня уже ресницы вот так стояли, то я тогда уже видела, стрелку мне нужно как заводить, именно под каким углом и так далее, потому что стрелки у меня выходили уже вот аж сюда. Вот. И уже когда накрасились стрелки, то тогда уже наносила тени, и тенями где-то прикрывались, вот если где-то что-то там я замазывала, смазывала, затирала, вытирала. В общем, это было целое-целое дело. И у меня на глаза только на одни уходило по времени где-то полтора часа, наверное. Но мне времени было для этого не жалко, потому что для меня это было самое главное в жизни. Прямо самое главное, чтобы я была такая вся красивая. Мне казалось, что я не накрашенная, не красивая. Это уже когда я повзрослела, спустя какое-то время, я приняла себе такой, какая и есть, и я себе нравлюсь любой. Конечно, я знаю, что вот когда немножечко так вот, чуть-чуть все выровнено, ну, выглядит это более приятнее, чем когда просто простая. Ну, вот такая вот я по дому не хожу, хожу умытая. При том, что дома провожу большую часть времени, иногда там выбежала в магазин или к дочке поехала. Ну, если в гости иду, конечно, немножко подкрашиваюсь. Потом, когда девушка молодая, ей хочется, чтобы на нее смотрели, обращали внимание, там молодые люди. Хотелось нравиться, ну, девушкам, как бы знакомым, всем хотелось нравиться, хотелось слышать какие-то восторженные возгласы, что ты сегодня хорошо выглядишь там, а как ты там накрасилась, все оттуда, все, ну, в общем, все это воображуля была, воображать любила. Дочка есть с кого пошла. Вот, ну, а сейчас мне это уже не актуально просто, вот и все. Ну, ладно, продолжим наш макияж. В общем, сейчас я хочу уже накрасить, как и раньше, первым делом тушью ресницы. Девочки, тушь, я посмотрела, у меня тут разные есть, но те, которые постарее, я их уже брать не буду. Последняя тушь у меня, это Фаберликовская, но она вроде бы как для объема подходит. И так как у меня сейчас зрение уже не очень такое хорошее, как было раньше, я взяла зеркало с увеличением и буду сейчас пробовать, заберу волосы, буду пробовать краситься, накрасить ресницы. Я думаю, что я буду долго мучиться, поэтому я все снимать прям не буду, ну, ресницы и ресницы, все красят кому как удобно, девушке, да. Главное, чтобы результат был. Ну, постараюсь их накрасить посильнее, настолько, насколько у меня это сейчас получится. И при том, что, как я раньше красилась именно той ленинградской тушью, там прям утюжок такой был еще, щеточки, утюжок. И все, водичкой намочила и поехала. А здесь это вот будет, мне кажется, наверное, посложнее даже. Ну, в общем, что получится, то получится. Это эксперимент. Скажем так. Вот сейчас надо первый слой мне нанести, и чтобы оно, оно сейчас тушено, вообще очень быстро сохнет. Вот мне надо, чтобы пока оно не засохло, разъединить там, где что-то у меня лишнее там слепилось, взять прямо, ну, иголкой я не пользовалась, хотя девочки, мои подруги в прошлом, я видела, пользовались иголкой. Но это очень рискованно, в глаз можно попасть. Я просто брала зубочистку, там спичечку заостренную, может быть, что-то такое. И, в общем, разъединяла этим. Вот чуть-чуть я подкрасила ресницы, чуть-чуть сейчас подкрасила. В общем, девочки, сейчас я буду мазать, намазывать, насколько смогу ресницы, и потом я к вам вернусь. Ну вот, девочки, реснички я нарисовала. Вот такие вот лопаточки получились. Ну, хочу сказать, что тушью ленинградской можно было накрасить это более ювелирно. И если я сейчас добавила бы еще больше туши, то они бы у меня уже послепались. не очень удобно вот этой кисточкой, как бы сказать, наращивать ювелирно. Той кисточкой мне было это делать удобнее. А сейчас я чувствую на глазах прямо как тяжесть какая-то. Ну, уже с непривычки, уже отвыкла я от этого. Конечно, по времени мне вот именно с такой тушью по времени быстрее накрасила ресницы. Минут, наверное, за 15, но было бы ювелирнее, если бы та была тушь. Но уже и глаз не тот, и руки не те, уже вижу хуже. Ну, в общем, как смогла, так накрасила. Ладно, теперь нужно приступить к стрелкам. А вот для стрелок что я делала? Раньше спичку я затачивала, чтобы она была острая. Сейчас я взяла зубочистку, и вот здесь не заточенная, а здесь вот я утончила, чтобы тоненькая она была, подлиннее. Карандаш срезался с одного блока, вообще вот так вот, до стержня. И потом вот это нужно сейчас мне намочить. Как бы это сказать, что надо сделать. Короче, я беру водичку, у меня тут вот чуть-чуть водичка есть. Сейчас я замачиваю вот этот кончик. И сейчас я буду вот это пробовать здесь. Немножко размочить. Я, наверное, вообще туда карандаш окуну, чтобы прям было мокренько. Сейчас подожду, пока чуть-чуть размякнет. Это такой карандаш, знаете, это не те карандаши, которыми сейчас просто жирные, да, есть такие карандаши. А это сухой карандаш, им можно брови рисовать, то есть он совершенно вот такой вот. Сухой он вот такой. А если его намочить, он уже вот такой, видите, сразу видно, что он красит. Вот, поэтому для стрелок вот такой карандаш. Сейчас мне будет неудобно красить стрелки, потому что я сейчас хуже вижу, а в очках, ну, в очках как накрасится, никак. Я даже не знаю, как красятся молодые девушки, у которых плохое зрение, это видно очень тяжело, очень тяжело. Раньше я даже с косметикой спала, представляете? как с косметикой? Допустим, если я вот такие лопаты накрасила, да, стрелки, все дела, то потом вечером я просто вокруг глаз вытирала там, как могу, да, стрелочки там с уголков убирала все. Ну, и понятное дело, там аккуратненько умывалась лицо, умывала, кремом намазывала, вообще все как положено. А утром просто я подкрашивала стрелки, немножко тени, в общем, лицо, и все. Сами ресницы, они у меня вот как стояли, так и стояли. Я могла 2-3 дня ходить вот с такими накрашенными ресницами, то есть я каждый день на это время не тратила, только подкрашивалась чуть-чуть. Ну, и потом я научилась так аккуратно спать, вот как-то до сих пор и так сплю, что я руку, допустим, ложу под лицо, но вот ресницы, чтобы не трогались. Они у меня не загинались, не мялись, ничего с ними не делалось. Вот так вот, вот так вот раньше аккуратненько спала. Ну и глаза не болели, естественно. Сейчас, конечно, даже вот чуть-чуть и уже будут болеть скоро. Поэтому продолжаем макияж. Я не знаю, сейчас будет видно, наверное, постараюсь, чтобы вам было видно. Вот мне видно самой уже плохо. Вот я начала от угла и повела стрелочку дальше. А что еще сейчас? Будет трудно мне накрасить вот этот угол, потому что уже с возрастом веки стали тяжелее и века опускается и будет стрелка заламываться. Поэтому я даже не знаю, как я сейчас буду ее красить. Это будет у меня там, не знаю, несколько попыток, чтобы я уже попала так, чтобы она заломленная, тем не менее, выглядела нормально. А раньше, конечно, когда вот было, может быть, вы знаете, я и брови поднимаю. Некоторые подписчики говорили, почему постоянно поднимайте брови. потому что веки уже тяжелее становятся, на глаза падают. На глаза веки падают, знаете, как в этом веи, подержите мою веко, да, поднимите мне веко. Вот так вот. И вот раньше, когда была кожа натянутая, веки, в общем-то, не были, не нависали над глазами, то мне стрелку, естественно, провести было легко. Сейчас сложно. Ну вот буду пробовать. Я хочу вам это показать, как это я попытаюсь сделать. Хотя бы одну. Ну, если представить, что веко, вот если бы оно не заламывалось, то примерно оно бы выглядело вот как-то так. Ладно, я пока сейчас оставлю, попробую еще что-то другой глаз накрасить. Буду подравнивать потом. Его можно сделать просто тогда потолще. Но стрелку выводила примерно вот такой толщиной тогда и вот примерно вот до такой длины. Вообще трудновато. попробую теперь второй глаз верхнюю стрелку навести. Ну вот второй глаз я уже вижу, что я повела стрелку куда-то не туда и она уже у меня очень сильно заломилась, заламывается. и глаза-то уже разные. Ужас. Так, попробуем тогда еще варианты. Нет, все равно веки, вот эти вот веки все-таки уже сильно опустились и уже, конечно, заламываются стрелки. Если бы приподнятые они были, то было бы по-другому. В общем, мне нужно сейчас подтирать, подмазывать. Не буду утомлять вас, чтобы не было видео слишком длинным. Сейчас я их как выровняю, накрашу нижние. Нижние сейчас покажу, как я буду красить. Только бы в глаз не попасть теперь. Как я красила нижние. Нижние вот так. не под ресницами, а над ресницами. как я красила нижние. Ну вот, как-то примерно так. Видно? В общем, сейчас подотру, где-то подмажу И тогда к вам вернусь В общем, девочки, накрасила реснички Накрасила стрелочки Ну, понятное дело, что стрелки, когда у меня не было Тяжелых век Они выглядели ровными И вот примерно вот такой кошачий глаз получался А сейчас уже они заламываются То есть опускаются брови, опускаются веки И так вот тюх, провал получается Но сейчас я попробую все это затушевать как-нибудь тенями Тени коричневые я тогда использовала Прям такие темно-коричневые Или средне-коричневые В общем, где-то такого цвета Ну, попробуем затушевать Я не знаю Вот вроде бы похож Попробую сейчас матовый Матовый, коричневый Перламутровый вообще никогда не любила Вот матовые какие-то есть Ну-ка Ну, они сейчас светлее, чем были те, которыми я раньше пользовалась Ладно, сейчас я попробую их нанести А потом еще, может быть, какие-то коричневые другие Поярче Ну и тенями там тоже можно Вот темные, если сюда положить Вот этот залом Он немножко, можно было бы его Чуть-чуть так скрыть Затушевать или что-то такое Так, ладно, пробуем Никакими белыми я сюда тенями не мазала Потому что Ну, под бровями светлые не мазала Потому что Да вообще я только одними тенями пользовалась Вот один цвет у меня раз Коричневый был И им я только и пользовалась Ой, не нравится немножко мне это дело Но что поделать Так, возьму-ка я немножко потемнее Вот такой темненький цвет И попробую вот здесь Что-то сделать Может быть, будет лучше Да куда уж лучше Вот этот ужас уже ничем не испортишь Не, ну, конечно Сейчас бы, если бы я красила Допустим, захотелось бы накраситься ярко То я не стала бы уже брать Вот именно вот эти стрелки Которые четко выражаются Да А я бы взяла просто тенями Сделала бы здесь темнее Там светлее То есть именно все Вот этот, как бы форму кошачьего глаза Уже я бы грала бы просто чисто тенями Вот у меня есть тени Скажем, разные, да Там где-то светло-коричневые Там темно-коричневые Там черные Там где надо Вот стрелки Можно было бы затемнить Прям черными такими тенями Ну, вот как-то сейчас Сейчас, в общем, пробую Что получится Мне кажется, я уже выжала Из этого образа Все, что можно на данный момент И с этой косметикой И с этим лицом Которые сейчас имею Вот такие глаза получились Ну, вообще, как бы издалека Может быть, это еще и ничего Так выглядит Но если приблизиться Мне не нравятся Вот эти четкие стрелки Вам видно, да? Мне не нравятся Вот эти четкие стрелки Они просто заламываются Вот Как показать? Вот так, да? Видно, что они заламываются И мне это не нравится А вот именно Может быть, мягким карандашом Растушевать Или тенями растушевать Тогда, может быть, и выглядело бы все это Вот, хорошо, ладно Я буду сейчас образ этот Уже подводить к концу Потому что у меня уже Начинают болеть глаза И я вижу, что у меня уже Яблоки белые краснеют Это уже говорит о том Что и глаза начинают слезиться Уже, ну, глаза мои, видно Не переносят уже косметику Дальше я, наверное, припудрусь чуть-чуть Немножко заматировала Заматировала и убрала Там, где, если, может быть, посыпалась чуть-чуть Тень Ну, румяны тогда я использовала Такие слегка розовенькие Чуть-чуть Или даже губной помадой Вот именно того цвета, какого красила губы Я иногда губной помадой Чуть-чуть делала, как румяна Немножко Ну, вот сейчас розовый чуть-чуть сделаю Но не сильно Чтобы это не было Слишком вульгарно Для того, чтобы просто Не было слишком бледно совсем уже В общем, примерно так Ну, и осталось накрасить губную помаду В общем, помаду я красила разную В зависимости от того Наверное, от настроения В зависимости от того, какая у меня там одежда Блузка, какого цвета В общем, могла накрасить просто ярко-красную Могла накрасить бледно-розовую В общем, какую-нибудь Ну, раз мы уже тут экспериментируем Возьму сейчас я вот эту ярко-красную О, и накрашу ею Ну, образ так образ, что уж тут Итак, следующий образ Это яркий макияж Макияж 80-х годов Потому что в 70-х я еще в школу ходила Вообще-то Вот 80-е годы Это как раз моя юность Молодость И вот с блондинкой Как сейчас имею волосы Как бы это сочеталось Как бы, если бы я сейчас Красилась как раньше Как бы я выглядела Вот так Как вам нравится Бабу-ягу вызывали Ой, ужас Здравствуй, ужас Девочки, вот так вот бы сейчас Я выглядела с черными волосами И с тем макияжем Какой был раньше Ну, если кто-то считает, что мне так лучше То, наверное, это Ну, это, наверное, ваше мнение Мне кажется, ужасно Вот черные волосы мне сейчас Просто И тем более еще Хоть не накрашенные Хоть накрашенные Мне вот сейчас они Ну, никак не идут А с таким макияжем Просто Раньше я была такая Роковая красотка Сейчас просто Баба-яга Бабу-ягу заказывали Вот она я пришла В общем, ужас Ну, хоть я и раньше С челкой ходила Но все равно Это паричок Я, наверное, Примерила Такую У дочечки Увидела Забрала Померить В общем Ну, это ужасно Ужасно Девочки Сейчас еще один образ Примерю Опля Девочки А представляете Я еще и химию раньше Делала На черный волос Ну Где-то примерно Так было Как-то мне передержали Химию И это было так Уна-уна-уна-уна Моменто Уна-уна-уна Комплименто Ну, а что Прикольненько А вот так, наверное Баба-яга Веселая Выглядела бы Да? Уже Идет мне черный волос Правда? Интересно Интересненько Выгляжу В общем Мне кажется Это слишком ярко Не для моего Сейчас возраста И в общем Это ни к чему И потом уже Я же говорю Что уже Не то Не то здоровье Не те глаза Тяжело краситься Потому что Вижу плохо Глаза болят Потому что Уже аллергия На косметику Ну, а как вам Нравится или не нравится Вы уж там Напишите В комментариях Мне не нравится Честно говоря Ну что, мои хорошие В общем, варианты разные Попробовала Какой из этих вариантов Вам Больше понравился Можете написать В комментариях На этом я видео Своё заканчиваю Кому моё видео Кому моё видео Понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На мой канал И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok